Дорогие зрители, тем, кто только что присоединился к нашим просмотрам, сейчас будет третья серия, когда мы показываем, как мы проходим маршрут святого семейства по Египту, небольшой группой во главе с матушкой Ефросиней, монахиней Горицкого монастыря. Если вы помните, что царь Ирод измучил и убил 15 тысяч младенцев мужского пола и святое семейство по главе с Иосифом Обручником, с Богородицей и маленьким Господом, убежало в Египет. Здесь мы несем с собой иконы и сегодня мы покажем, как мы ходим по святому Каиру. Иконы были освящены в Ферсанском храме, это около Зеленограда, Подмосковье. И сегодня мы продолжаем наше путешествие. К самим иконам вы можете приехать и приложиться, они уже намолены по разным местам и в Переславль, к Матушке Ефросине, и к нам в Ферсановку, Георгиевский храм. Приятного просмотра, Виктор, автор канала «Разные дороги». Когда мы только садились в самолет, перед самым отлетом мы заметили большую делегацию Русской Православной Церкови. Стоял батюшка, отец Георгий, я помню, что мы взяли у него еще благословение, и потом заметили еще и других множество батюшек, среди которых были вроде бы как и непростые батюшки. Действительно, оказалось это так, потому что это была делегация Русской Православной Церкови, которую возглавил архиепископ Абаканский и Хакасский Иоаннафан. Христос воскресе! В состав также вошли архиепископ Хорейский Феофан, временный управляющий Кызинской епархией, епископ Босисарайский Калинник и так далее, и так далее, и так далее. И была даже настоятельница Марфа-Мариинской обители. Одним словом, сроки делегации тютелька в тютельку, день в день совпали с нашей поездкой, и мы летели в одном самолете. Это было для меня большим потрясением. Радостным потрясением. И мы потом с делегацией постоянно встречались на точках маршрута. Мы в монастыре, они в монастыре. Мы в висячей церкви, они в висячей церкви. И сейчас я все вам расскажу. Встретили группу из Абакады, с которой вчера в самолете летели. Такое счастье, радость большая. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Переславль. Вы там были? Да, забили, были. Представленный инерфланг, Абакады. А я не знаю, у них монахи не было 80-го года. Так Господь сводит людей. Да, развеет. Владыка, благословитель. А мы сейчас самолете с вами летели, помните? Да, откуда сами-то. Переславль и Зеленоград. Это группа из Переславля Матушки и Фросиния привезла из Горельского монастыря. Я искренне. Висячая церковь, в которой мы сейчас находимся, на арабском языке известна как Аль-Муалях, что в переводе означает «Преостановленная». Это самая известная в Каире коптская церковь. Посвящена она, конечно же, Богородице, поэтому известна как Церковь Пресвятой Девы Марии. А название «Висячей» к ней прикрепилось, потому что расположена она над сторожкой крепостой стены старого Каира Древнеримской эпохи. Напомню, что для нас это еще очень важным моментом было, потому что в этих местах проходило святое семейство. Мы присоединились к группе Русской Православной Церкови и послушали немножечко экскурсию. Предание содержит указание на 23 остановки святого семейства в Египте. Их, конечно, могло быть больше, но это те места, которые известны, которые освящены и которые запечатлены чудесами разными и так далее. Сегодня это составляет маршрут святого семейства в Египте, очень развитый паломнический маршрут. Из Иерусалима бежали, понятно, по пустынным местам, через Газу, через Север Синаи, где пустыня абсолютно скиталась. Вот такой замысловатый путь был, потому что бежали от преследователей. Некоторые места мы, кстати, посещали с другими группами. Это надо ехать на юг. Например, вот, да, Саманут и так далее. Там, например, хранится камень с отпечатком стопы бога-младенца, младенческий отпечаток на камне. Там удивительные есть реликвии в каждом из этих мест практически везде, поскольку это были пустынные места. С Киталией они не шли ни по лесу, а по пустыне. Практически везде есть источники чудотворные, которые забили по молитвам Богородицы, поскольку им нужно было что-то пить. В конце концов, да, прошли краем по Нитрийской пустыне. Тогда там, конечно, никаких монастырей не было, но в Нитрийской пустыне очень ценят то, что Святое Семейство проходило и там, по краю этой Нитрийской пустыни. Наконец добрались до Каира. Тогда не было никакого Каира. Был Ментис, как уже сказал наш дорогой гид. Это было Гелиополис. Да, Гелиополис известный во время фараонов. Несколько поселений. Бабилон. Вот этот Бабилон, это как раз римский форт. Это был Бабилон египетский. Значит, сейчас это все вместе. Каир, Маади. Это тоже сейчас Каир. Мы посетим отсюда. Мы поедем в Маади. Это то место, где им удалось оторваться уже от преследователей, окончательно переплыть, перебраться на другой берег Нила. И дальше они поехали уже в Верхний Египет. То есть на юге Верхний Египет, на севере Нижний, потому что Нил течет с юга. И здесь есть место, Мухарак, монастырь Мухарак. В священном писании сказано, в сердце Египта воздвигну жертвенник. Алтарь мой в сердце Египта. Там есть пещера, где монастырь огромный построен, где наиболее долго они жили, уже спокойно жили. И там сооружен в этой пещере алтарь. Это место, куда матушка была там, в Мухараке же была. Туда заходят, в этот храм, и люди вообще их невозможно вытащить. Там такая благодать. Просто люди не уходят. Они там садятся и не хотят уходить. То место, где наиболее длительная остановка была святой семьи здесь, в Каире, мы сейчас с вами посетим. То есть, из сердца Египта, они жили три месяца с небольшим здесь, скрываясь еще. Не случайно рядом с синагогой. Понятно, что они ближе к своим, как-то вот. Смотришь, как Господь свой? Предайте, пожалуйста, низкий поклон Владыка Феактеста. А, низкий поклон Владыка Феактеста. И мы ждем его здесь. Мы приглашаем, конечно. Он был здесь, да? Мы за него молимся. Мы его очень любим. И матушка Даниэля. Хорошо, хорошо. И отец Пантелеймон. Хорошего поезда и Бог помощи. Вы мне потом имейл свой как-то скажите. Я же вам пришлю фильм. Хорошо. Ну, скажите ему через Владыку. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Господа за такую радостную, судьбоносную встречу здесь, в Египте, с делегацией Русской Православной Церкви во главе с Владыкой, архиепископом Иоаннафаном. А также отдельно поклон каждому участнику. Мы со многими беседовали неформально, но хочу акцентировать внимание на иеромонахе Дауди, представителю Копской Церкви. Дело в том, что я потерял видеокамеру в последующие дни, и он ее нашел, и не только нашел, но и оставил все свои координаты, телефоны. И так получилось, что это отдельная будет история, но иголка в стоге сена нашлась. Низкий поклон. И еще черный, конечно, это Иуда. Черный Иуда. Так, у нас здесь и с другой стороны, которые называли картошкой. Все наши группы во внимание. Вот такая форма, сейчас лучше. Такая форма называли картошкой. Сейчас вам покажу по нормальному. Сейчас мы с другой стороны посмотрим шель, там, где наши египтяне, копты выставили крест в этот шель. Ну а мы с вами, дорогие зрители, перемещаемся в церковь Абу-Сергия. Именно в честь Абу-Сергии Сергий Радонежский и крестился. Церковь называется Святых Сергия Ивахха. Это древний копский православный храм, и считается, что здесь святое семейство нашло покой, когда они бежали в Египет во время резни царя Ирода. Помните, сколько младенцев мужского пола было истреблено? И церковь была построена на вершине пещеры, датируемой как минимум 150-м годом нашей эры. И с тех пор является местом паломничества. Мы с вами эту пещеру сейчас тоже посетим. Здесь они находились трех месяцев, как я вам говорил. Сейчас покажу под стеклом. Осторожно, осторожно. Ага, все, иди. Смотрите, здесь под стеклом оригинальный пол, на котором они ходили. Слева от нас окошко или ниша, где спал Иисус Христос. Вот здесь, смотрите, слева. Вот здесь. И вот, смотрите. Вот в этой нише спал Господь Иисус Христос. На котором они ходили. И вот вода течет, тоже, как вам говорят. А мы раньше сюда не спустились. Была вытоплена вода, был дубер в его ступеньке вообще. Но когда воду скачали три года назад, теперь есть возможность сейчас сюда спускаться. И вот, смотрите, где они жили трех месяцев и спали здесь. И как вам сказал бещеру, перестроили как церковь, как вам видно, колонны. И вот тоже стиль базилика, центральная часть, веще чем короля. Старая тоже ниша, старая фреска сохранилась. Давайте, смотрите, камушки, кусочек камня, на котором они поступили ногами. И брест еще где-то, вино. Старый брест еще. И вино. Что говорит, вливаете вино в Мехаветхию? Пришло что-то новое из Нового Завета. Я уже делал фильм в прошлом году, дорогие друзья, про эту церковь, Абу-Сергию. Но видите, каждый год все по-другому. И сегодня вот... Церковь? Это святой Вакха и святой Абу-Сергию. Вот они. А это Сергей Ахас, который два франта? Вакха. Сейчас пойдем к мощам святой Варвары. Также мы посетили рядом расположенную церковь святой Варвары. На западе ее называют Санта-Барбара, если вы помните. Величайшая святая, которой, конечно, стоит посвятить отдельную программу. И предал ее обезглавлению смерти ее отец-язычник. В храме великомученицы Варвары также пребывают частицы мощей мученицы Иулиании, мученицы Дамианы и мученицы Филумены Римской. Мы в монастыре с вами святого Меркурия. Вот сейчас будет четыре церкви, а потом будет монастырь. Тот Меркурий, который явился матушкой Иротиаде в конце 20 века. И напомню, что он заставил Мубарака, президента Египта, подписать и вернуть землю их угодий монастырских в Александрии. Вот святой Меркурий из 3 века. Такая трансформация в наш век. Сейчас мы пойдем молиться. Это первый храм из четырех, который здесь находится. И сегодня нам опять повезло, потому что матушка, наша путеводная звезда, как говорят миру, приносит удачу. Нас пустили беспрепятственно. В прошлом году нас не пускали сюда, потому что туристов здесь почему-то не очень любят. А мы не туристы, мы паломники. Да, хлеболомник есть. Напоминает? Парапа только в друг. Да. Не только в друг, а сам церковь. Напоминает? Те церковь, которые мы там только что посмотрели. Потому что почти все эти церкви одно время настроили. Это вот то же самое в 4 веке. Это тоже в 4 веке. То же самое смотрите. И в предложении то, что мы у чудотворной иконы Меркурия Касарийского, где его мощи лежат в этом храме, в центре Каира, в старом Копцовом квартале неподалеку. Сейчас мы пропоем тропарь, кондакт и молитву. Матушка своими устами вместе с нашими сестрами-мироносицами пропоет. Во имя Отца и Сына и Сына и Сына и Духа. Аминь. Матушка своими устами-мироносицами пропоет. Победно в песнях тебе прославляющие смиренно к тебе преподаем и усердно молим предстать. Матушка своими устами-мироносицами пропоет. И на этой сии, якобы Христос есть путь, истинная жизнь. И да, придут к Нему все, друждающиеся, обремененные и упокоят их. О великий угодничий Божий, О крепков Аминь. Также мы молимся с нашими иконами святого семейства, которое здесь тоже с нами рядышком. Вот такие записочки я передаю у нас целый Талмуд. Это Меркурия. Благодаря вам очень-очень-очень про хёв, много людей из России. Благодаря Руси. Благодаря Руси? Да. Да. Ты пройдешь в алтаре? Спасибо. 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 Ну и немножечко пожертвуем, дорогие друзья. И вот мы сейчас идем где место чтимый святой. Насколько аккуратно только. Здесь сейчас маленький алтарь. Давайте поконимся. Моли Бога о нас. Аминь. Мы в церкви святой Девы Марини. Потому что вас здесь не разрешили снимать. Вот как вас разрешают. Богородица. Моли Бога о нас. Мы видим копскую икону младенца. И у матушки то ли шитьё в руке. По-моему шитьё, да. То ли хлебушек кусочек в руке. Может быть это оливковая веточка. Скорее всего да. Какой-то фрукт. Мать и Богородица. Это тоже меркер. Вы написано на графском, но вы заметили, что он меркер. Мы в монастыре святого Меркурия. Внутри. Надо разуваться. Все разводись. И вот сегодня сейчас тихо. В прошлый раз я был здесь шёл молебен. Было людей. Несчастливое количество. Молитва шла. Здесь основные мощи святого Меркурия. Препятное место. Все молятся. Тут небольшой окайп. Матушкина могила. Матушкина. Матушкина. Да, да. Пойдёмте. Босиком здесь. Именно к Матушке Ирине и явился покровитель монастыря святой Меркурий и вместе они поскакали к президенту Мубараку. Матушка через полтора года почила. Получается, что Меркурий являлся матушке в 2004 году. В момент этого просмотра праздник Меркурия Кисарийского. Напомню, что он прославлен также русской православной церковью и один из сыновей Ярослава Мудрого был назван в честь него. Обратите внимание, что жизнеописание пойдёт по стене. Матушка Ирина молит Бога о нас. Матушка благослови нашу Ефросиню, монахину, чтобы ей тоже Господь дал возможность. Благослови икону, которую она привезла святого семейства. Благослови. А вот и сама Матушка. Мы видим луфизарное молодое лицо. Фрагменты жизни обители. Важных гостей, которые приезжали. Патриарх. Матушка молодости. И вот мы видим, как она почила. То есть идёт по кругу, нарастание её жизни. И потом вот так происходит. Мы видим её уже в могиле. Она по гробе лежит. Вот смотрите на её лицо, дорогие друзья. Какое живое её лицо. Там трапез даже. А вот только вверх. А потом. Видите, у них оливки. Это у них, собственно, Александрия оливки. Наше посещение монастыря Святого Меркурия закончилось приглашением на трапезу. Но не закончился ещё наш день. Впереди ещё несколько сюжетов о Каире. Этот день был просто необыкновенным, нескончаемым, удивительным. Дорогие зрители, я прощаюсь в этой серии, потому что и так уже вас утомил. А следующее, не за горами, когда мы посетим причал Святого Семейства и побываем в том месте, где Богородица 68 по 71 год являлась в небе. Это всё будет в следующих сериях. Пожалуйста, поделитесь этим видео с вашими ближними. Пусть они тоже посмотрят. До новых встреч. Канал «Разные дороги». Сердечно благодарю каждого нашего попечителя за доброе сердце. Дорогие друзья, развитие канала постоянно подразумевает, что-то нужно докупать в технике и так далее. Я уже не считаю свой труд. И вот недавно заказал новые микрофоны. Теперь будет более сочный, качественный звук. Я уже их оплатил. И низкий поклон всем-всем, кто помогает каналу, но в особенности тех, кто помог в декабре. Это Валентина Д. Низкий поклон. Татьяна Вярославля, Валентина из Хантамансийского округа. И всем-всем-всем низкий поклон, дорогие друзья. Ваша помощь очень важна. Спасибо большое. Каждого нашего благотворителя я вношу в синодик и подаю записки в тех святых местах, где бываю.